Водопад Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Подъезжаем уже к деревне Здесь такие бамбуковые заросли По дорожке Ну что, как обычно Оплачиваем вход В деревню Сейчас мы узнаем, сколько это стоит Стоит 30 тысяч рупий Один билет Так, ну отошел на 2 метра от байка Как вы думаете, сейчас ребятам комфортно на нем сидеть? Сейчас один сидит, видимо, потом поменяется Другой сядет Ну, надеюсь, им удобно Ребята, мы сейчас приехали в самое чистое место на острове Бали Это деревня Пинглипуран Деревня Пинглипуран переводится, как помнить своих предков Она состоит из трех зон Это голова, тело и ноги И мы отправляемся сейчас в самую голу Там, где находятся святыни Все храмы Эта деревня не просто музейный комплекс Здесь действительно живут семьи В основном фермеры и художники Когда вы гуляете по этой деревне То вас постоянно зазывает хозяева Посмотреть свои дома Потому что у них Можно приобрести различные товары Так выглядит первая зона Голова За мной храм, где проходят различные церемонии Сейчас мы направляемся в Бамбуковый лес Который по площади занимает 75 гектаров Кстати, в этой деревне крыша построена именно из этого леса Но так просто этот бамбук вырубить нельзя Чтобы его вырубить, нужно разрешение от главы деревни Поэтому бамбук здесь очень ценится Смотрите, какие стволы бамбука И как мы прочитали Что если вы захотите приобрести бамбуковое дерево То каждый ствол стоит 5000 рупий Ну, в принципе, может показаться недорого Но если вам нужен этот бамбук на постройку какого-нибудь дома Или крыши То это получается уже солидную сумму Спустившись по лестнице Мы оказываемся во второй зоне Центральной части То есть это тело этой деревни Здесь располагаются все домики Здесь живут жители А ворота каждых домов высотой 2,5 метра И все они покрыты бамбуком Архитектура домов здесь очень необычная Такие дома были и 200, и 300 лет назад Все они имеют природный цвет коричневый А сама эта деревня, как мы уже говорили Считается самой чистым местом на Бали Ну, а также она входит в тройку самых чистых деревень в мире Уступая, кстати, одной из мест Деревни Зансесханс в Голландии Где мы были Оставим вам ролик с этой деревней в описании Все дома в этой деревне Они расположены Они, точнее, ориентированы Ориентированы, да На гору, священную гору Агунг Ну и вообще здесь очень приятно прогуляться, пройтись Почти все жители деревушки имеют свои товары И к ним можно зайти в гости Может быть, сейчас мы так и сделаем Вот видите, номер домика 61 Вот мы прошли на территорию Здесь, как обычно, саронги Саронги, некоторые товары Из еды что-то Это для церемоний Цветы И вот непосредственно сам участок Размер участков, мы читали, может доходить до 800 квадратных метров Малийские дома совершенно не похожи на наши У них под каждую спальню для разных поколений свой домик А еще у них отдельные домики для кухни Отдельный домик у них для церемониальных беседок То есть все располагается в отдельных домиках А еще у них есть отдельная территория Для фамильного храма Взяли для нашей подруги Вот такой сувенир Так называемый ловец снов Надеюсь, Настя и дальше будет смотреть наши выпуски И все мечты будут сбываться Мы прошли уже достаточно большое расстояние от самой деревни Идем по тропинке Ищем третью зону, которая по-другому называется Ноги Да, третья территория этой деревни Называется Ноги И там должно располагаться кладбище Да, еще одна уникальная особенность этой деревни В том, что они не кремируют погибших А хоронят их на кладбище А по дороге нашла все-таки заветный кокос И я слышу молочко Попросим нашу балийскую семью, у которой живем Разбить его И насладимся этим кокосом Надеюсь, он хороший Кладбище нам сегодня явно найти не удастся Потому что мы провели около часа в его поисках Спрашивали у местных жителей Это вообще бесполезно Смотрели по навигатору Смотрели по карте В общем, просто какая-то обычно пустая площадь Ничего здесь нет Поэтому, ребята, если кто-то из вас доходил, скажем так, до Ног Этой деревни, до его кладбища То напишите в комментариях, что мы неправильно сделали Или куда нужно было идти Да, потому что мы находимся сейчас на самом юге Этой деревни Но ничего здесь нет Да, не смогли найти Вот такой пустырь, можно сказать, здесь На территории деревни также находится монумент Здесь такое большое зеленое поле Беседочка И сам храм В деревне действует закон Авинковинг Который обозначает, что мужчина имеет право жениться только один раз Здесь законы охраняют женщин Мужчина не может просто так изменить женщине И ему все сойдет с рук Он лишается дома Он лишается права ходить в храм И его помещают на территорию под названием Каранг-Мемаду Но, по слухам, здесь давно никого не было А значит, мужчины хранят верность своим женам На территории деревни всего несколько парковок То есть, несколько входов У центрального входа, куда мы приехали, есть карта После парковки Мы подошли к центру деревни И наш путь пошел вверх И затем мы снова пошли вверх К бамбуковому лесу Оттуда мы спустились вниз И зашли в один из домиков Все домики располагаются здесь Дальше мы спускались к южной части деревни Чтобы найти кладбище Но после тщетных попыток Мы вернулись наверх Посмотрели монумент И снова вернулись к входу Центральному А сейчас мы посмотрим деревню С высока Полетели! Музыка 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 Дорога от центра Убуда до деревни составила около 30 километров. А сейчас мы отправляемся на красивый водопад в пещере. До него ехать примерно 9 километров. Ну что, не зря я снял предыдущее видео, то что ехать 9 километров. 9 километров показались по, хоть и извилистой, но хорошо асфальтированной дороге, пожалуй, лучшая дорога на Бали, которую мы видели. Хотя они здесь не скажут, что плохие. А теперь мы находимся уже на территории водопада Тукат Чепунг, который знаменит тем, что находится в пещере. Пойдемте оплачивать вход и покажем вам его. Вход на водопад недорогой, 10 тысяч рупий с человека. Спасибо. Донат Баллинис. Они без начинки, просто сладкое тесто получается. Тут написано было, что овощные панкейки, может быть. Нет, просто... Просто тесто, как у сладких пирожков. Ну, то есть вкусное сладкое тесто. Путь к ущелью ведут сначала каменные ступени, а потом должны быть бамбуковые. Спуск очень крутой. Ступеньки большие, приходится много спускаться вниз, но подыматься, думаю, будет еще гораздо сложнее. Если идти по тропинке к водопаду, то по его левую сторону мы можем его увидеть. Увидеть его самый верх. А сейчас мы по кругу, получается, будем спускаться в ущелье и посмотрим на его нижнюю часть. Снизу вверх. Ну что, дальше дорога на водопад уже ровная. Течет справа такой ручей. Встречается много местных жителей. Идем дальше по указателю. А бамбуковых ступенек больше нет, остались только перилы. Теперь вместо бамбуковых ступенек здесь залили бетон. Надеюсь, теперь спускаться будет удобней. Лестница закончилась. Теперь мы идем в ущелье водопада. Очень живописное место. Очень красиво. Но подниматься надо здесь и идти аккуратно, потому что бывает очень скользко. Здесь уже очень темно. Практически ничего не видно. Пробираемся сквозь скалы. Ущелье. И так. Пробираемся, пробираемся. Да, тут и дорога не броская. Но здесь, конечно, очень красиво. Смотрите, такой маленький еще ручей идет. С самой верхушки скалы. И совсем рядом находится тот самый водопад в скале. Покрытый мхом и зеленью. Вот он, красавчик. В этом водопаде при желании вы можете даже окунуться. Ну что, как и планировалось, путь обратно, конечно, оказался гораздо тяжелее, чем спуск. Но нам осталось еще немного, ребята. Да какое немного? Еще много. Ступеньки огромные. И теперь, конечно, тяжело. Немного. Много-много. Будем прощаться. Сегодня мы посетили Балийскую деревню. А еще полюбовались волшебным водопадом. И если тебе понравилось наше видео, то ставь лайк. Подписывайся на наш канал. Участвуй в конкурсе репостов в нашей группе ВКонтакте. Получай призы и подарочки. И не забывай про наши социальные сети. Пока, ребята. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok